Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне провел совещание по социально-экономическому развитию регионов. Во время совещания Дмитрий Медведев назначил министра экономического развития России Максима Орешкина, куратором ТУВЫ от федерального правительства. Я поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить правительству дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Собственно, ради этого я вас и собрал, потому что у нас есть такие субъекты, где ситуация, скажем, наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Мариэл, Республика Алтай. Сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву. Значит, ну вот, собственно, о Республике Тыва мы сегодня и поговорим. Рассмотрение вопроса о социально-экономическом развитии одного отдельного региона, в данном случае Тувы, состоялось по инициативе главы Тувы Шолбана Караула. Договоренность о проведении специального совещания по Туве была достигнута 12 марта на встрече Дмитрия Медведева и Шолбана Караула в Красноярске. Так, на совещании были обсуждены вопросы, направленные на повышение транспортной доступности региона, освоение его сырьевого потенциала, а также обеспечение трансграничного сотрудничества. Ну а в первую очередь был обсужден вопрос строительства железной дороги Козыл-Курагина. Если говорить о Республике Тыва, это железная дорога, известная, которая должна позволить эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы. Это, значит, целый ряд других проектов, и терминала, и туристических комплексов. Ну и также хочу проинформировать вас, что я подписал специальное распоряжение правительства в одобрении комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В рамках этого проекта мы, собственно, и будем работать. Подчеркиваю, решения носят абсолютно адресный характер, поэтому давайте в режиме вот такого совещания разберем, чем конкретно помочь определенному региону. Причем речь не идет о том, чтобы просто банально деньги в очередной раз выделить из резервного фонда. Я это не исключаю, но это точно не главное. И это последнее, что можно сделать. Речь идет именно о развитии. Это и грантовая система, и принятие инфраструктурных решений, создание территории, опережающего развитие особых экономических зон, естественно, работа по национальным проектам. Где-то, может быть, нужно инвесторов немножко подтолкнуть, или, наоборот, ревизию провести того, чего они сделали и чего не сделали. А все это касается и Республики Тыва. Глава региона накануне вечером на своей странице в социальных сетях рассказал о главных достижениях совещания. Для нас важно, что Дмитрий Анатольевич по всем вопросам поднятым сегодня дал конкретные сроки для выработки внятных решений. В правительстве страны высказались за поддержку наших многодетных семей в виде пособий на третьего ребенка. А также Министерство финансов России, учитывая особые условия Тувы, согласилось с тем, что при расчете бюджетных расходов необходимо применять повышающий коэффициент, отметил он. Еще и тема по поводу, например, того, что Тува является самой молодой не только по вхождению в состав России, но и молодой по своему составу. Представляете, у нас 111 тысяч детей, при том, что живет 324 тысячи населения. 111 тысяч детей, если к этому добавить еще пенсионеров, то вы сами понимаете, какая нагрузка на трудоспособное население. Поэтому, конечно же, когда по Туве на третьего ребенка не идет субсидирование, а федеральная программа по этому поводу есть, но почему-то поддерживаются другие регионы, но по Туве считается, что это не нужно, потому что там рождаемость хорошая. Дмитрий Анатольевич поддержал и сказал, да, действительно, многодетность это больше достаток, и это радость, и этому надо радоваться, что в маленьком субъекте рождается больше детей, и нужно это финансировать. И это решение сегодня состоялось. Я этому очень рад, спасибо правительству России, что такую многодетность поддержали, а значит и многодетные семьи будут больше достатки, чем сегодня. Были прямые указания о том, чтобы вместе с министром экономического развития, кстати говоря, было принято решение, что по Туве будет куратором министра экономического развития Орешкин. Я буквально сегодня после совещания с ним встретился, и мы наметили путь. Очень хочу, чтобы это в конце концов состоялось федеральная программа, отдельная по Туве, с конкретными мероприятиями, с конкретными предложениями, как нам дальше жить и трудиться, для того, чтобы люди жили в достатке. И нас могли сравнивать с другими регионами. Мы богатые, потому что, а не тогда, когда у нас нет элементарных возможностей для того, чтобы люди зарабатывали деньги, и на этом фоне можно было бы говорить о качестве жизни. Я имел возможность сказать о том, что школы, например, у нас 174 школы, при этом 20 из них ветхие, и, наверное, очень важно, чтобы мы не по две школы строили, а как указал глава государства, чтобы современные нормальные школы строились, в том числе в Туве. Так что, дорогие земляки, сегодня очень историческое событие, я очень доволен тем, что такое совещание позади. Сейчас надо побольше работать с министерством, для того, чтобы решение правительства было уже в виде документа.